Более тысячи человек и свыше 360 единиц техники. Чтобы еще раз отработать действия и механизм работы в условиях реальных, нужно все довести до автоматизма на учениях. До горячего времени осталось немного. Уже с 1 апреля в Приангарье объявлен особый противопожарный период. В группе риска, как всегда, сибирские таежные просторы и торфяники, которые дали жару в прошлом году. Чтобы быть во всеоружии в году наступившем силой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решили провести крупномасштабные учения. Очень важно на этих учениях нам сегодня не просто показать, как ездят машины или как летают самолеты. Очень важно показать именно те новые технологии авиационно-спасательные, новые технологии применения людского ресурса, новые технологии наземного тушения, которые мы собираемся использовать в этом году для того, чтобы не повторилась ситуация прошлого года, позапрошлого года, десятого года. По легенде, недалеко от Айока системой космического мониторинга обнаружен лесной пожар. Ситуация усугубляется сильным ветром и пламя грозит перекинуться на жилые дома. Первым делом туда отправляются бойцы добровольной пожарной команды Айокского муниципального образования, чтобы блокировать очаг огня. Далее с вертолетов десантируются специалисты лесоохраны, выгружается спецтехника, вертолеты обеспечивают постоянный подвоз воды, отрабатывается взаимодействие всех спецслужб. Мы уже перед сегодняшними учениями говорили о том, что самая главная задача – это организовать правильное взаимодействие, оперативное, правильное, грамотное, оптимальное взаимодействие. Вот сегодня показали, как это можно сделать, ну, так скажем, почти в идеале. Наша задача сделать так, чтобы вот на основании этих учений мы вели тренировки, и это взаимодействие уже было показано в пожароопасный период. И все же огню удалось добраться до населенного пункта. Есть пострадавшие. Ситуация признается чрезвычайной. Чтобы дело не дошло до такого финала, важны правильность и оперативность принятия решений местной власти. На этом на учениях делается особый акцент. Необходимо теперь вот в жизни, непосредственно сейчас, начиная уже с апреля, мая месяца, воплотить в жизнь то, что показали практически на каждом населенном пункте. Хотя здесь, конечно, немаловажная роль, если вы заметили, по учениям отводится именно местным властям, это местному самоправлению, должностным лицам староста населенных пунктов, потому что о проблеме надо узнать и быстро на нее отреагировать. Тогда можно людей спасти и имущество спасти. Кульминация учений – появление самолета-амфибии Бе-200. Именно он стал гвоздем программы для многих жителей Айока. Применяемый для поиска пропавших людей и для тушения больших очагов пожара. Он является надеждой для многих. Но применяется лишь в крайних случаях. И даже специалисты говорят, что самыми действенными при тушении лесных очагов остаются старые дедовские методы. Лопата, ранец с водой, техника, которая поможет огородить опасный участок. В прошлом году на аналогичное учение приезжал лично министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. К сожалению, результатов это не принесло. Регион оказался не готов к натиску огня. В этом году Рослесхоз нашей области пока зачет не поставил, поскольку спецслужбы рапортуют лишь о 90-процентной готовности. Все недочеты обещают исправить до начала апреля. В то же время в Забайкальском крае пожароопасный период уже начался. Там зарегистрировано 9 лесных и степных пожаров на площади 600 гектаров. Пока они не представляют большой опасности, но насторожиться заставляют.